Многолетняя борьба с борщевиком в столице, кажется, скоро закончится. На передовой принципиально новый тип оружия – химобработка гербицидами. В отличие от обычного скашивания, состав уничтожает растения под корень. При этом для человека, животных и почвы абсолютно безобиден. Воздействуют вещества лишь на растительность. Однако защитный костюм на рабочих обязателен. Всё-таки с химией взаимодействует по 10 часов в день. Работа проходит нормально. Но, конечно, немножко жаркие условия. И сама специфика работы в костюме приходится немножко непросто, да, потеешь. 17 августа последует финальная обработка борщевика. Гербицидные потоки устремят прямо в землю, чтобы взаимодействовать на корни растения. Из-за дождей сроки борьбы с зелёной напастью могут сдвинуться. Есть несколько, конечно, технологий по уничтожению борщевика. Но на территории города лучше обработка гербицидами. Высокую эффективность такой обработки уже доказали в Кирове. Там гербициды в борьбе с растением используют несколько лет. Для Сыктывкара же такая практика в новинку. В планах за лето обработать свыше 500 тысяч квадратных метров городской территории. Целых 62 участка, в том числе в центре города. Борщевиком же на дворовых территориях занимаются управляющие компании. Однако они с зелёным великаном пока борются по старинке. Косят и затем отвозят растения на свалку. Эффективность есть, но небольшая. Через несколько недель растение вымахает вновь. Поэтому за лето таких покосов будет не менее трёх. Эффективность есть, конечно. Недели три будет нормально, потом опять заросли. А поскольку у нас везде бегают детки, то приходится обязательно косить. Особенно у нас ручейные 35 лесом зарастает. Ну и здесь тоже. Многолетняя практика показывает, кошение борщевика даёт лишь временный эффект. Борьба с растением должна быть основательнее. И обработка гербицидами, говорят специалисты, лучший для этого способ. Впрочем, не стоит забывать, что борщевик – растение особенное. Размножается быстро, приживается практически везде и при любом климате. Именно поэтому даже химобработка не может быть однолетней. Чтобы вывезти растение окончательно, опрыскивать участки придётся несколько лет подряд. Однако, в конце концов, цель с большой долей вероятности будет достигнута. Столица избавится от заросли борщевика.